День памяти и скорби 22 июня для россиян особенная дата Ранним утром 76 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз Накануне вечером самарская молодежь собралась на набережной Чтобы почтить память павших и напомнить ныне живущим о трагических страницах нашей истории Такая акция прошла во всех городах России, а также в других странах Сначала митинг, потом возложение цветов и зажженные свечи В Самаре на аллее Соловецких юнг почтили память погибших в Великой Отечественной войне Юнги, почти дети, уходили на фронт, чтобы защитить свою родину А теперь о них вспоминают такие же юноши и девушки Участники патриотических клубов, студенты, молодежь 76 лет назад, в ночь на 22 июня, фашистская Германия вероломно без объявления начала войны В 4 часа утра напала на Советский Союз В наше поколение многие подростки даже не знают, допустим, даты начала войны И это очень на самом деле печально И я как бы хотела показать своим присутствием то, что Ребята, надо вспомнить, ребята, это же такой подвиг, это нельзя забыть Наша главная задача, задача молодежи, это чтить память Это не позволять переписать историю Эти попытки сейчас, к сожалению, пытаются некоторые силы сделать И мы уверены, что подобные акции, они помогают нам сохранить нашу историческую память Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек И большинство это не солдаты, а гражданское население Дети, женщины, старики Виктория Шар и Андрей Горгуленко, Станислав Левин, События Зимой Самара не замерзнет в городе И полным ходом идет подготовка к отопительному сезону Ремонтируют теплосети и котельные В домах за счет фонда капремонта установят счетчики учета тепла С очередного оперативного заседания штаба по подготовке к зиме вернулся Сергей Кисоркин Готовьте теплосети летом, чтобы зимой дома не замерзнуть По такому принципу сегодня работают самарские коммунальщики Руку на пульсе ремонтных работ держит городской штаб по подготовке к зиме Контролирует ход ремонта и ввода в эксплуатацию теплотрассы котельных Лично замглавы города Пока работы ведутся стахановскими темпами У нас из 24 объектов уже 9 завершены На 5 на 4 работы на 9 приступают в понедельник Поэтому здесь мы не видим каких-либо проблем по участке По котельным они идут тоже в графике А чтобы не растерять тепло по дороге от котельных до квартир В каждом доме установят счетчики учета тепла За счет средств фонда капремонта До 1 сентября 2300 многоэтажек получат такой прибор Ни одну копейку из своего кармана жители за установку не заплатят Жители платят за фактически потребленный ресурс Сколько потребили, столько заплатили И во вторую очередь, а может быть это даже и в первую Это выполнение требований действующего законодательства Что все дома должны быть оприборены И оплата производится, исходя из общедомовых приборов учета Кроме того, на совещании штаба по подготовке к зиме Обсудили вопрос по оформлению электронного паспорта дома Пока такой документ в Самаре получили чуть больше 20% МКД Отставание от плана всего 3% Замглавы потребовал, чтобы до конца месяца проблема была решена Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События Готовьте калькуляторы и кошельки Для Самарской области индекса 4,3% с допустимым отклонением в 2,5% Если взять, что семья тратит за коммунальные услуги 2000 рублей, допустим, в месяц Если она платит в целом за квартиру 3000, 1000 идет за жилищные услуги Это содержание текущей ремонт, как правило А 2000 идет на оплату коммунальных услуг То с 1 июля повышение будет ожидать наших жителей на 136 рублей Тарифы повысятся на все Газ, воду, отопление и электроэнергию Тариф на воду увеличится на 2% и составит 26 рублей 70 копеек с учетом НДС Водоотведение возрастет на 5,6% и составит 14 рублей 16 копеек с учетом НДС Больше всего вырастет плата за тепло Предприятие тепловых сетей, которое поставляет тепловую энергию в целях отопления и тепловую энергию в целях горячего водоснабжения То с 1 июля тариф для этой организации увеличится на 3,7% и составит 1316 рублей, обращаем внимание, без НДС Несмотря на регулярный рост тарифов за коммуналку, у жителей все-таки есть возможность экономить ресурсы Это в первую очередь установка приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых Если собственник заподозрит, что оплата ему начисляется с нарушениями, следует обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ Марьяна Мирная, Василий Колдашов, События Пошел ко дну, на пересечении Максима Горького и Комсомольска неподалеку от речного вокзала демонтировали кафе «Седьмой причал», который многие годы работал здесь незаконно Сделать это должны были собственники самостоятельно еще два года назад, но до последней минуты они пытались продавать здесь выпечку С места событий репортаж Марии Матвейшиной Румяная, ароматная, свежайшая выпечка на прилавке уже никому не нужна Продать ее не удалось, а само кафе «Седьмой причал» доживает последние минуты Владельцы в спешке выносят свое имущество Вот уже два года павильон стоял здесь незаконно У владельцев кафе давно закончился договор аренды земли, говорят в прокуратуре Плюс благами цивилизации, вода и электричество канализации, собственники пользовались нелегально Служил обращением в суд, это жалобы жителей ближайших домов То есть в связи с тем, что здесь антисанитария Ну и соответственно тоже выходили в ходе проверки были установлены, что Обслуживание в указанном учреждении не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Суд решил павильон демонтировать Собственники со сносом не торопились Пришлось нанять подрядную организацию Оплатить эту работу владельцам кафе придется из своего кармана Хотя они, видимо, до последнего не верили в такой исход Готовили еду в этой столовой до последнего момента Вплоть до демонтажа киоска Печки только что вынесли И пирожки в ней еще даже не остыли Таких крупногабаритных самовольных построек в Самарском районе осталось всего пять Их ждет та же судьба, что и кафе «Седьмой причал» Мелкие незаконные киоски ликвидировали полностью Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, События Далее коротко о других событиях дня Жительница Новокуйбышевска, закопавшая трупа ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть Готово заключение судебно-медицинской экспертизы По данным следствия, все произошло два года назад 23-летняя женщина все это время молчала о случившемся, пока в полицию не обратился ее сожитель Причину смерти младенца врачи установить так и не смогли Но следов насилия не обнаружено Свидетели и данные экспертизы подтверждают слова женщины, что ребенок родился мертвым И поэтому в ближайшее время уголовное дело, скорее всего, прекратят за отсутствием состава преступления Самарец продавал гражданство Российской Федерации за 160 тысяч рублей Уголовное дело уже направлено в суд Обвиняемый безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина Силовики задержали его в апреле Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации Передал подозреваемому 160 тысяч рублей По данным полицейских, за эту сумму мужчина предложил иностранцу оформить российское гражданство За посредничество во взяточничестве в крупном размере грозит до 7 лет лишения свободы Во время выпускных вечеров в Самарской области запретят продажу алкоголя При этом в Волжском и Исоклинском районах продажу ограничат 23, 24, 26, 27, 28 и 30 июня Для каждого села установят отдельное расписание Где-то запрет будет действовать с 10 до 22 часов Где-то с 15 до 22 В Тольятти полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 23 июня Отметим, что депутаты губернской думы рассматривают вариант с разрешением на продажу алкоголя с 8 до 23 часов Самарский университет вошел в 400 лучших университетов Европы Британское рейтинговое агентство Times Higher Education представило список передовых вузов, в котором Россия представлена 24 университетами Наиболее широко в европейском рейтинге представлена Великобритания На ее долю приходится примерно 22% списка или 91 вуз Второе место в общекомандном зачете заняла Германия В воскресенье 25 июня в парке имени Гагарина состоится традиционный праздник День молодежи С 11 утра будет организована работа творческих площадок В 13 часов на футбольном поле начнутся матчи на Кубок Комсомола В 18 часов на главной сцене стартует основная программа праздника Зрители увидят концерт песни комсомольского времени, а также лучшие номера с российской студенческой весны Завершится мероприятие гала-концертом с участием молодых музыкальных коллективов Токари, сварщики, фельдшеры, бухгалтеры Самые востребованные специальности в Самаре прошла общегородская ярмарка вакансий Сотрудничество с жителем предложили около полусотни работодателей Для всех желающих были организованы мастер-классы от психологов и экспертов центра занятости населения Репортаж Алины Чемерес На какой завод устроиться Антону Карпову только предстоит решить Мужчина пришел на ярмарку вакансий, чтобы узнать, кому требуются токари Оказалось, профессия востребованная, поступило несколько предложений Много сейчас людей, которые сидят без работы, и это их шанс найти свою работу Если у человека профильное образование подработает, то думаю, проблем не будет на этой работе На общегородской ярмарке вакансий сотрудников ищут около полусотни работодателей Они готовы предоставить свыше тысячи рабочих мест Дело по душе могут подыскать и пенсионеры Желающие служить Отечеству тоже не останутся в стороне На ярмарке работает пункт отбора на службу по контракту Юристы, бухгалтеры, сварщики вакансии предоставляют и медицинские службы У нас требуются вакансии врачей, скорой медицинской помощи, врачи-педиатры и фельдшера, скорой медицинской помощи Их хваток у нас очень большая, то есть медицинский персонал гораздо требуется много Население растет и персонал требуется обслуживать, надо много людей, поэтому решили здесь посмотреть Одновременно с трудоустройством консультации сотрудников пенсионного фонда и специалистов по охране труда Мастер-класс от психологов Найти работу жителям готовы помочь и эксперты центра занятости населения Сейчас в базе данных находится свыше 14 тысяч вакансий Требуются риэлторы, формовщики, сварщики, менеджеры Через 5 дней после проведения мероприятия мы созваниваемся с работодателем И уточняем, какое количество граждан трудоустроились после ярмарки вакансий Но обычно это около 10% от посетивших 7-8% обычно трудоустроится после ярмарки вакансий Знакомство с работодателем и возможность из первых уст получить информацию о компании Сотни печатных изданий с предложением о работе Сегодня на ярмарке вакансий побывали свыше тысяч человек Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События Это далеко не вся картина дня И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам Из 50 человек живых не остался никто В памяти погибших в самарских энергетиках сегодня открыли мемориальную доску Живая хирургия или операции в 3D формате Ведущие офтальмологи страны покажут новейшие достижения в медицине В Самаре появится Штутгуртский бульвар Так в городе отметят четверть века дружбы с немецким городом На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов На базе Андроид и Айос Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok